Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Я сейчас по Москве выхожу в эфир. Я в Москве сейчас. И поэтому сегодня у нас эфир в 10.05 по Москве получилось. Извиняюсь за опоздание. И в Израиле, в Украине это 9.05. Я долго думал, или мне провести по Израилю, по Украине. Потом думаю, что я буду там, где я есть. Значит, если у нас 10 утра урок, значит я сейчас в России буду проводить по России. Все. Значит, ну, те, кто из Израиля, из Украины, посмотрят, может быть, по тому записи. Хорошо. Яша, Яков Штайдин Шалам. Итак, значит, сегодня 26-е хишвана. 26-е число месяца хишвана. И начинается сегодняшняя хита с идеи, с одной очень интересной идеи. Значит, идея очень интересная. И говорит здесь Рэббе, любая часть Рэббе, следующая вещь им говорит, что человек должен знать свою сущность. То есть нужно быть человеком истины и реально себе отдавать отчет в своих недостатках и своих достоинствах. Так он и говорит. То есть нужно себя знать. Нужно просто быть правдивым и смотреть на себя так, как мы смотрим на других. По-простому, да? И есть известная такая народная мудрость, психологическая особенность, что человек видит в чужом глазу соринку, а в своем бревно не замечает. Так вот, когда мы смотрим на себя, нужно смотреть так же, как мы смотрели бы на кого-то. Это очень просто. Вот смотрите, да, тут Лариса честнейшая смотрит нас. Вот нужно быть, как Лариса честнейшая, сказал нам Рэббе, любая часть, быть честным собой. Дальше. И когда человек знает, собственно, недостатки, нужно их исправлять практической работой, а не считать, что выполнил свою обязанность, только вздыхая в своем состоянии. То есть вот нашел человек свой недостаток. Нашел. И значит, когда он нашел свой недостаток, он берет и вместо того, чтобы вздыхать, он его убирает. Убирает. Как его убрать? Ну, здесь это работа, молитва, это работа с теми, кто уже исправил этот недостаток. Мы пришли в этот мир уже, слава Богу, в конце времен, да. И до нас, как говорил царь Сламон, что нет ничего нового под солнцем. Все, что было, то и будет. И очевидно, что если есть у кого-то из нас какая-то проблема, то человечество с этой проблемой уже на протяжении многих поколений работало. Поэтому молитва и работа помогают исправить любую-любую сложность. Теперь дальше. Вот, да, Шалам из Канады. Очень в этот шаббат выступал один раввин в синагоге, и он сказал такую очень интересную идею, которая тоже, вот она сюда очень хорошо вписывается. Он говорит такую вещь, что вот бывает, что человек, например, какой-нибудь, Гриша Цибульский, Шалам, например, да, какой-то человек, он что-то нарушает, какую-то заповедь. Вот он думает, ну, я, например, шаббат не соблюдаю, например, он думает, да, и что я теперь буду ходить в синагогу молиться по утрам в будние дни, если я даже в шаббат не соблюдаю? Что, а если я не хожу в синагогу молиться, так что, значит, я тфелин не буду одевать? Ну, смысл, вот я уже когда-нибудь все начну, да, ну, а если я уже все не делаю, так что мне, кошерное кушать? И это огромная, огромная ошибка. Это огромнейшая ошибка, так относиться к заповедям. Каждая заповедь, она в отдельности оказывает свое влияние и является переходом, как мы вчера говорили, мне вот очень нравится это слово, как портал в духовную реальность. Это как волшебный такой лифт, в котором ты попадаешь, вроде бы твое тело находится здесь, физически, вроде бы во времени ты тоже находишься здесь, но когда ты находишься в заповеди, в любой заповеди истории, в этот момент ты переносишься в другую духовную реальность, в которой ты соединяешься со Всевышним. Поэтому, даже если у человека есть какие-то проблемы во взаимоотношениях с Всевышним, с людьми, с собой, даже если он что-то, что-то нарушает, это не значит, что оно должно перекрывать то, что он делает. Это вообще разные вещи. Каждую секунду Бог сотворяет мир заново. Каждую секунду вся эта реальность, она создается заново. И заходя в новую секунду, можно начинать каждый раз как будто бы с чистого листа. Все остальное, оно, конечно, накапливается. И все в этом мире имеет как причина и следствие. И тот, кто нарушает, понятное дело, что он создает предпосылки для огромного количества последствий. Но есть такой механизм, который называется чува, раскаяние, который позволяет выскочить из этого колеса причины следствий. И перейти на новую чистую позицию. Понятно, да? Все. Теперь, значит, это то, что добавление к тому, что сказал Рэбе, что если, первое, нужно быть истинным и честным с собой. Второе, нужно себе отдавать отчет вот тех своих недостатков, которые есть. Да, с точки зрения Торы, потому что есть разные мерила. Где-то, может быть, мерила, с доми было мерила, что недостаток не быть жестоким. С доми было мерила, что недостаток это, наоборот, дать там кому-то помочь. То есть, есть искаженные системы координат, но есть система координат Торы. Вот если по Торе кто-то обнаруживает, что есть у него какой-то недостаток в хороших качествах, в добре и так далее, то надо его исправлять. Теперь дальше. Вот тут и тут же Рэбе дает конкретный инструмент, как это делать. Это удивительно, вот прямо оно вместе идет. Смотрите. Рэбе говорил такую вещь, любая часть, что я не верю, он говорит, в философию. И точно так же говорил мой учитель Рависках Зильберзе, Хронотсадей Кривраха, что он говорил, давай без философии, не надо вот это фокусов, без фокусов он говорит. Когда начинали там о Каббала, там о какие-то эти, он говорит, давай без фокусов. Рэбе говорил, я верю в идеи, способные изменить людей. И он разворачивал кампании по выполнению заповедей. То есть шли его шалияхи, и они предлагали делать простые вещи. Одень тфилин, зажди свечи, дай несколько монеток цдака в копилочку. Да, вот просто сделать цдака, 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 монеточка. Действия меняют. И он говорил так. Не вступайте в споры, не тоните философствование, а давайте людям действовать. Люди должны понимать, что они делают, говорили те, кто против него. Иначе это просто ритуал. Рэбе говорил, не так. Действия меняют. Мысли, они это просто мысли. А вот действия, оно производит реальное изменение в жизни человека. Поэтому тот, кто хочет стать более быстрым, должен начать действовать быстро. Тот, кто хочет стать более смелым, должен начать действовать смело. Тот, кто хочет стать более добрым, должен делать добрые дела. И так далее. Тот, кто хочет стать более близким ко Всевышнему, должен просто изучать Тору. не думать, что надо изучать Тору, а изучать, изучать, запоминать, повторять, да, шалом из Копенганена, шалом, шалом, интересно, хорошо, теперь, сегодня отрывок из главы Толдот, и это одна из моих любимых вообще отрывочков, да, сегодня второй день главы Толдот, рассказывается про Ицхака, я этот отрывок очень люблю, это, можно сказать, мой самый любимый отрывок, один из любимых отрывков в Торе, значит, рассказывается здесь история, Ваешев Ицхакбеграр, и жил Ицхак в Граре, Грар это такая страна, там где сейчас находится Ашкелон, вот туда, вот в ту сторону, юг Израиля, и он жил на юге Израиля, и Грар это там жили филистимлянские цари, Ави Мелых звали главного царя, были в Торе, когда упоминаются цари, например, Паро, фараон, это как название должности, его и назвали, это кто? Это фараон, а это кто? А это, например, Ави Мелых, Ави Мелых это папа царя, значит, филистимляне назвали своего главного, главного управляющего, назвали его папа царя, в Иерусалиме назвали Малтицедек, это справедливый царь, да, то есть в каждом, в каждом каком-то поселении назвали царя своим каким-то названием, вот там в Граре, в этом правил Ави Мелых, Ави Мелых был и во времена Авраама, и во времена Ицхака, то есть это было название должности, как фараон, и, значит, Ицхак поселился там, и спрашивали люди этого места по поводу его жены, а он им говорил, она моя сестра, она моя сестра, потому что боялся сказать, что она его жена, может быть, его убьют люди этого места, из-за рифки, которая была очень красивая, значит, здесь мы видим одну очень интересную вещь, что наши все праотцы, и зачем мы учим Тору, есть такой очень важный закон, дела отцов, знак для сыновей, то есть каждый из нас строит свою жизнь, мы можем не осознавать эти сценарии, но мы, каждый из нас в детстве, когда были еще маленькими, там под стол бегали, да, насмотрелся на окружающих людей, в первую очередь на родителей, которые для нас тогда были просто магами и волшебниками, да, маленький ребенок, трехлетний, и тут такой для него родитель, там, метр семьдесят, да, в такой прям великан всесильник, у которого конфеты, варенье, ремень, который может взять, там, я не знаю, отвезти в кукольный театр, ну, то есть это были маги и волшебники родителей, да, и ребенок, он выбирает себе какие-то модели поведения, он живет в сказках, все дети живут в сказке, и каждый в этой сказке выбирает себе какой-то сценарий, по которому потом начинает жить, и дальше вся жизнь человека, это проигрывание вот этого сценария, это я сейчас пересказываю коротко, психологическая теория Эрика Берна, которая называется транзактный анализ, так вот, по факту, у каждого из нас есть жизненный сценарий, который как раз и базируется на этом принципе, дела отцов, знак для сыновей, то есть это, это может быть, тут же есть еще личное решение каждого из нас внутри, ребенок все равно, он принимает решение, но знак для сыновей, так вот, Ицхак, зная, как поступал его папа Авраам, когда они пришли в то же самое место, что сделал Ицхак, он сказал то же самое, что папа, значит, это моя сестра, почему, а потому что в месте, где люди не боятся Бога, надо очень остерегаться, они могут поступить как угодно, они могут поступить, значит, ну, то есть, когда человек Бога не боится, то в какой-то момент его животная сущность, она против таких законов обычных, она может спокойно их стянуть, понятно? И, значит, дальше, дальше, сказал он, что она его сестра, и было, значит, когда прошли там много дней, и как-то вот этот Авимелых, царь Плештим, царь он был филистимлян, да, там жили филистимляне, он смотрел через окно, и вдруг он видит Ицхак, в Торе написано очень красивым словом, Ицхак, вообще, само слово переводится, будет смеяться, Мицахек, тот же самый корень, смеется, это Ривка и что, как бы веселит Ривку свою жену, на русле перевели здесь в хита, тешится с Ривкой своей женой, тешится. Значит, ну, по-простому нам объясняют комментарии, что он с ней занимался, занимался он супружескими отношениями, и уже прошло время, он перестал остерегаться, так он скрывал, все думали, что это его сестра, но тут, значит, этот Авимелых увидел, и он позвал Ицхака, и ему говорит, что ж ты сделал-то, зачем ты сказал, что она твоя сестра, я чуть на ней не женился, я уже сидел, думал, жениться, не жениться, а замужнюю женщину, это большой был грех, все знали об этом, древний мир знал, что лучше мужа убить, чем с замужней женщиной спать. То есть, почему они так думали? Убийство, оно для них казалось, ну, менее страшным преступлением, а разврат почему-то считался большим. Тут очень интересно, откуда это взялось, скорее всего, это было предание со времен потопа, это же было еще, были воспоминания о потопе, что потоп был за разврат, и они очень сильно остерегались, это сейчас, кстати, мы живем в страшное время, с точки зрения того, что происходит полная легализация того, что Тора называет развратом, и разврат был всегда, но когда на государственном уровне это становится легализовано, в Торе написано, что был потоп, поэтому вот это вот сейчас, разврат был всегда, то есть, это природа человека, но когда человек говорит, что законы, закон общества, что это законно, правильно, гордо, красиво, и как Рабинович уехал как-то из Европы, потому что он говорит, вы знаете, раньше это было запрещено, за это сажали в тюрьму, сейчас это абсолютно нормально, он говорит, я боюсь, что если так пойдет, это станет обязательным в Европе, то есть, это уже без этого нельзя будет. Вот, и он уехал из Европы, уехал туда, где до сих пор идут по, хотя бы в этом идут по Торе, что это запрещено, то, что Тора называют развратом, это разврат. Теперь, значит, сказал Авимейлах, он Искаку говорит, почему ты сказал, обманул, в общем, сказал, что это она твоя сестра, значит, что сказал, Искак здесь не написано, но он ответил то же самое, что ответил Авраам, да, она моя сестра, она моя родственница, мы знаем, что Ривка была из его же семьи, из семьи Авраама, и они там все были, она была его двоюродная, троюродная, ну, в общем, сестра, можно назвать, что она была его сестра, он не обманул. И сказал, вот здесь очень интересно, сказал, приказал Авимейлах всему своему народу, говоря, что тот, кто дотронется до этого человека и до его жены, будет предан смерти. То есть смертная казнь была в то время, она была, как воды попить, да, то есть за практически любое прегрешение была смертная казнь, войны, то есть это они совершенно считали нормальным. И он сказал, кто тронет его, того убьем. Знаете, как вот есть там на Кавказе, в Чечне, то есть если что не так, значит сразу в мусульманских странах так было, ну и сейчас есть во многих таких странах, а раньше это было очень жестко, то есть были общества построенные на совершенно жестком иерархическом подчинении, где человек с нижнего уровня, если он хоть оказывал какое-то действие против иерархии, сразу вот и все. Теперь дальше. И вот здесь, почему мне так нравится этот отрывок, вы спросите, что такое, почему так, это один из любимых отрывков в Торе. 12-й, 12-й посуд, 12-й отрывок и написано так. После того, как Авимеллах сказал, что его трогать нельзя, после этого написано, «Ваизра Ицхак Бара Цаи, и посеял Ицхак в земле этой, ваимца Башана Аи, и нашел он в этом году». Дословно я перевожу. «Ме Ашарим, в сто раз больше урожай, ваевархеху Ашем, его благословил Бог». Значит, объясняют нам комментаторы, что он посеял и нашел, то есть результат не был прямым следствием того, что он посеял, потому что когда слово «ваимца» это нашел, то есть мы здесь видим именно благословение в сто раз, почему написано «в этом году», потому что был плохой год, был вообще неурожайный год, был год кризиса и неурожая. «Бара Цаи», потому что земля, на которой он посеял, была бесплодная и неурожайная, «но Бог ему дал в сто раз урожай, ваевархеху Ашем, его благословил еще Бог, потому что одно дело, когда у тебя урожай вырос, а другое дело, потом этот урожай собрать, продать, как-то хорошо использовать, то есть должно быть благословение. Должно быть благословение. И мы видим отсюда, вообще про Эцкака и Ривку очень мало написано в Торе, меньше, чем про всех остальных праотцов, про Авраама написано много, про Якова написано много, про Эцкака написано буквально вот только этот случай и потом, когда Яков получал от него благословение. И мы видим здесь невероятную, вот именно ту браху, которую Бог ему дал, браха, которая в сто раз превосходила обычный ход жизни. Значит, чтобы было благословение и излечение всем, кто слушает этот урок, кто вообще изучает Тору и их близких, чтобы было Рифа Ашлома, полное выздоровление, Рифа Атанефеш, излечение души, Верифа Атагуф, и как следствие, чтобы вылечилось тело». Значит, этот отрывок дает очень большую надежду и возможность каждому из нас совершать квантовые прорывы в своем развитии, потому что если есть благословение от Всевышнего, то в принципе нет невозможного, возможно все. Но для этого нужно быть, конечно, таким праведным, как Ицхак, для этого нужно быть действительно таким, про него написано, что он был качество гвура, гвура это качество, мощность, сила, осторожность. То есть, если Авраам, он был очень внешне ориентированный, он был человек хестеда, милосердия, то есть, он был добавлял, он был безграничный, он был экстраверт, да, современным языком. То есть, Ицхак, он наоборот был интроверт, он был полностью закрытый, и он работал с собой и в себе. И тоже здесь показывается, что в этом мире, может быть, кажется, что в этом мире есть место только экстравертам, и что только те люди, которые очень многое там говорят и делают, могут в этом мире быть счастливыми. Абсолютно не так. Человек может, и даже я так думаю, что больше шансов у человека выстроить свой такой вот мини-мир, закрытый мир, наполненный счастьем, и это проще сделать. Чем меньше ты взаимодействуешь с внешним миром, тем проще. Теперь, но дальше, но дальше появился, следующий у нас будет, следующий как уровень, это будет Яков, было три праотца, Авраам, Ицхак и Яков. Яков, он достиг того, что называется золотая середина. Он, благодаря Торе, знал всегда, как, в какой ситуации поступить. И иногда нужен хесет, иногда нужна вот эта гвура, значит, строгость. Иногда нужно скрыться от всех, иногда нужно открыться. То есть, это как раз качество золотая середина Тора, великолепие. То есть, это то, к чему, в принципе, мы все должны стремиться, зная, как работает мир, изучая Тору, и умея управлять собой, чтобы заставить себя, реально заставить. Потому что, так как прошлое, оно было хаотично у каждого из нас, да, то есть, оно было, каждый из нас находился под влиянием окружающего мира и просто впитывал это влияние. И сейчас вот эти процессы старые, они включены, все эти сценарии детские, жизненные сценарии и так далее. То задача человека научиться, получив вот это вот знание, которое соединено с Богом, Тора это как портал, который соединяет с Богом, да, на уровне интеллектуальном. То есть, изучая Тору и понимая, что Всевышний хочет, и где находятся вот эти вот заповеди, как, что такое добро, как выбрать золотой вот этот серединный путь, когда ты интеллектуально начинаешь это понимать, и через молитву постоянно. Очень важно, я сейчас изучаю одновременно в Талмуде трактат «Брахот», и там есть очень интересные моменты в «Великие мудрецы», прям целый 17-й лист. «Великие мудрецы» написано после молитвы, после того, как он уже помолился Всевышнему, что они говорили. И получается, они только заканчивали молиться Шмунаэсре, и у каждого была своя личная вставка, которая начиналась словами «Ей рацион Мелифанеха», «Пусть будет воля перед тобой». И каждый просил те просьбы личные, которые были для него важны. И он этим своим «Ей рацион пусть будет воля перед тобой». Он выстраивал свой мир, индивидуальный мир, в котором он хотел, чтобы все было по воле Всевышнего, но при этом он просил то, что он хотел. Да, у него было намерение, но он это намерение связывал с волей Всевышнего. «Пусть будет воля перед тобой, чтобы мы могли больше изучать Тору». Когда вы молитесь за больных, например, можно просто помолиться. «Господи, дай здоровье, РФА, Шлыма, чтобы было такому-то, такому-то». А можно сказать, «Господи, чтобы было у него РФА, Шлыма, чтобы он выздоровел, чтобы мог делать много добрых дел, помогать людям, чтобы он мог больше учить Тору, чтобы он принес свет в этот мир. Тогда это совсем другая... То есть ты тогда соединяешься с волей Всевышнего. Это очень важно, что мы в этом мире находимся для того, чтобы прославлять Всевышнего. Всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, наполненного заповедями, добром, любовью к ближним и добрыми делами. Все. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова